всем привет с вами кулинарный канал это просто сегодня я поделюсь с вами рецептом вкусной домашней квашеной капусты я делаю ее по рецепту своей бабушки она получается очень сочный и хрустящий ну и какая квашеная капуста без моркови и и я натираю на крупной терке и пока отставляю в сторону беру большой качан капусты весом 2 килограмма разрезаю на две части и начинаю шинковать старайтесь чтобы капуста была как можно тоньше нарезана у меня получается вот так на большой доске или на столе раскладываю капусту так чтобы она не лежала одной большой кучей и высыпаю на нее тертую морковь перемешиваю ее с капустой в квашеную капусту я всегда добавляю и соль и сахар на 2 килограмма капусты и одну морковь я беру 35 грамм мелкой соли посыпаю ею капусту и еще присыпаю одной чайной ложкой сахара он усилит процесс брожения и придаст ей тот самый настоящий вкус который присущ квашеной капусте делю капусту на две части чтобы удобнее и легче было с ней работать и начинаю ее мять сил конечно нужно много но это того стоит мы ее до того состояния пока не потечет сок теперь перекладываю капусту в банку и помимо капусты я еще обязательно добавляю несколько горошин черного перца и лавровый лист капусту и специи я чередую плотно утрамбовываю ее в банку прикрываю крышкой но немного оставляю зазор чтобы попадал воздух либо можно в крышке сделать отверстие оставляю при комнатной температуре на 36 часов как только капуста начнет интенсивное брожение сока станет больше и он может пролиться через край банки поэтому ставьте их на тарелку или поднос после 36 часов убираем капусту в холодильник на три дня посмотрите сколько сока выделила капуста ну и как я уже сказала закрываем крышкой и убираем в теплое место затем в холодильник ну и давайте посмотрим как выглядит квашеная капуста почти после пяти дней брожения посмотрите цвет она вообще не поменяла осталось такой же светлый и очень и очень сочный ее можно добавлять в салаты в частности винегрет мой самый любимый проверенный рецепт винегрета выйдет на канале в ближайшем будущем и мне очень нравится ее есть с растительным маслом и колечками лука квашеная капуста по бабушкиному рецепту получается очень сочный хрустящий с легкой перчинкой и кисловатым вкусом я с уверенностью могу сказать что вкуснее капуста я не ела советую обязательно приготовить квашеную капусту таким образом вам понравится если видео было полезным и интересным для вас поддержите меня пальчиком вверх мне будет очень и очень приятно с любовью ваш кулинарный канал это